Всем привет, дорогие друзья! Вы знаете, я вот так посидел, подумал, посмотрел на этого медведя и вообще на всю серию целиком, и у меня возникла одна интересная мысль А чего это он так дешево продается? Вы сейчас мне скажете, ты что, серый, гонишь, блин? Значит, смотрите, на новом аукционе две с половиной страницы, то есть почти три страницы предложений То есть, в принципе, достаточно много этих медведей Но, есть один нюанс, коней как раз гораздо меньше, меньше страницы предложений Значит, конь начинается от 420 купить сейчас Ставки идут, там до 400 какие-то, ну, набиваются, там 390, самая низкая, по-моему, ставка Медведь же, дело вот в чем, смотрите В одном из стримов мне какой-то россиянин написал, что, типа, обратите внимание на медведя У него есть все шансы дойти до 1000 и более гривен Сейчас, на данный момент, в России такая монета стоит 2130 гривен Самое дешевое предложение Вы представили вообще эту цифру? 2130 гривен Это, конечно же, связано с тем, что очень сложно, ну, до ихнего рынка, чтобы доехала монета Это логично Но, в то же время, в чем прикол? Значит, ну, как россияне там себя олицетворяют с медведем, да? То есть, они так, у них какая-то такая мифология Ну, такой взгляд, условно, да? И поэтому они, как бы, собирают, возможно, монеты с медведями Плюс флорофауна, это одна из самых распространенных в мире Собираемых тем на монетах То есть, флорофауна Потом идет транспорт, типа корабли, там какие-то автомобили Ну, а дальше идут уже разные всевозможные события и памятные даты Вот, то есть, основную массу собирают всегда флорофауна Значит, а здесь вот в чем прикол Это чернобыльская тема Чернобыль, это был Советский Союз И все, как бы, участники чернобыльцы присутствуют на всем постсоветском пространстве Везде есть чернобыльцы Те же переселенцы или те, кто участвовали в ликвидации и так далее Ну, и, соответственно, к ним это очень близко к душе, скажем так, эта тема Это первая черта Вторая черта, это мировая известность данного события И плюс флорофауна То есть, монеты будут разлетаться по миру, я думаю, очень сильно и очень быстро Плюс, эта флорофауна уже на пятигривенных монетах А не на двухгривенных монетах, как было раньше Плюс, очень красивая сувенирная упаковка Ну, реально красивая Вот эта фотка медведя просто бомба И здесь классно украшены, цвета интересные Описание прикольное То есть, ну, классно И при том, они, как бы, дополняют друг друга То есть, мы ждем обязательно выход уже третьей монеты Прям хочется уже, чтобы завтра вышла третья монета Потому что уже есть вторая Ну, как, блин, еще целый год ждать до третьей Ну, конечно, напрягает Хочется, хотя бы две монеты в год было бы интереснее Ну, мне так кажется Теперь смотрите Почему я еще думаю, что это дешево А давайте-ка посмотрим мы на такую интересную серию монет Которые выпускали в России Называется «Советско-российская мультипликация» Помните такую тему? Так, в общем, сейчас первые мультики Которые выходили в черно-белом, так называемом, исполнении Тиражом 450 тысяч штук А цветные выходили тиражом 50 тысяч штук Так вот, первые мультики сейчас стоят Одна монета цветная, это 50 тысяч штук Больше полутора тысяч гривен Одна монета А черно-белая больше тысячи гривен А здесь, смотрите, у нас идет тоже серия Тоже флорофауна Тоже достаточно знаменитые животные на весь мир Знаменитая тема, скажем так Ну, на слуху у многих И мне кажется, учитывая инфляцию Учитывая вот это все, что, грубо говоря, наваливается на кучу Может быть, есть шанс у этой серии Зайти, ну, как бы догнать эти же мультики Почему нет? Потому что выходит, ну, ограниченный тираж Сколько там, 45 тысяч, по-моему, да? А, 40 тысяч всего То есть, в принципе, это не так уж и много И я думаю, что, может быть, действительно, как минимум Медведь еще пойдет вверх Хотя мы просто ждем, пока они уедут за границу Потому что я смотрю, что предложений много По 5, по 9, по 14 монет, по 6 монет, по 15 Вот кто-то продает 15 монет 12 уже сразу купили в Киеве То есть, это говорит о том, что монеты везут за границу То есть, ну, реально везут много монет за границу Такие на подарки, отправляют почты и так далее И конь начинает подтягиваться 420 самая низкая цена сейчас купить В интернете Обычно, скажем так, в интернете всегда дешевле Чем, допустим, на барахолке или на слете на руках Плюс еще мы берем сюда 30 лет независимости Смотрите, здесь те же журавли И, как ни крути, это та же флора-фауна И есть перспектива, что эти журавли тоже могут Ну, она, правда, не цветная Но сама упаковочка симпатична 30 лет независимости И есть небольшая вероятность Это моя уже такая задумка Но до пары, ну, как не то, что до пары А рядом можно, в принципе, и положить и такую монету с журавлями И, грубо говоря, будет флора-фауна увеличиваться Количество монет будет появляться больше И серия, может быть, будет еще дорожать А может, я не прав, не знаю Но сейчас медведь торгуется в среднем От 550 гривен стартовая цена Вот, то есть 550 у нас стартовая цена Несмотря на такое большое предложение Дешевле их нету Просто нету Да и, если честно, когда ты берешь в руки эту монету Ну, не хочется ее отдавать дешево Она действительно очень красиво сделана Посмотрите Все продумано Все на своих местах Ничего лишнего Здесь тема нарисована Монет, которые будут выходить дальше То есть, ну, вопросов к этой серии у меня нету И поэтому действительно Может быть Может быть Это успешная серия с точки зрения инвестиций Не знаю Не буду никому советовать Брать сейчас по 550, допустим, в количестве Но если вы, допустим, собираетесь за границу Или у вас кто-то едет Или у вас там кто-то купил Туда можно взять Но у нас сейчас купить медведя по 550 и сидеть ждать Ну, такое Я не могу утверждать Но шансы есть Что вы скажете Напишите свое мнение в комментариях Это не то, что я хочу задрать цену там И типа на этом заработать больше Нет, мне С точки зрения чисто эмоционального взгляда на вещи Ну, вот действительно, ну, красиво Ну, вопросов у меня к этой монете К этой серии даже монет Ну, нет вообще Действительно очень красиво Я очень надеюсь, что в следующей серии будут Следующие монеты, которые будут выходить Будут такие же красивые Такие же симпатичные И шансы на успех будут увеличиваться С каждым последующим выходом новой монеты И это реально крутая инвестиция Ну, на мой взгляд Особенно, если купил с банка эту монету Это прям джекпот какой-то нереальный Жду ваши комментарии